В Карачаево-Черкесия В Карачаево-Черкесия Во дворце культуры села Хасаут Греческо-Зеленчукского района в эти дни строители ведут ремонтные работы. Перед ними стоит задача сдать объект к концу этого года. Кураторы национального проекта культуры в Карачаево-Черкесии от партии «Единая Россия» с плановым визитом посетили сельский клуб. К делегации присоединилась и наша съемочная группа. О том, что уже сделано, а что еще предстоит сделать, в нашем следующем репортаже. Сегодня Карачаево-Черкесия занимает одно из лидирующих мест в Российской Федерации по строительству, реконструкции, а также капитальному ремонту сельских домов культуры. Число сдаваемых культурных объектов в республике в год доходит до десяти. Кстати, уже есть примеры, когда ремонты наших домов культуры были включены в общефедеральный список, как объекты, которые качественно отремонтировали, которые готовили даже для доклада президенту Российской Федерации. Главой республики Рашидом Тимрезовым поставлена задача не просто отремонтировать, а вдохнуть новую жизнь в каждой сельской ДК. Вот и сегодня создать комфорт и навести уют строители стараются в этом клубе, одного из колоритных отдаленных населенных пунктов села Хасаут-Греческое. Фасад здания, который был выполнен из бутового камня, пришел в негодность. Как мы видим, эта ситуация уже почти исправлена. А вот официальная государственная символика над входной дверью ДК вновь заиграла яркими красками. Ее было принято решение оставить, как напоминание о том, что этот сельский клуб был построен в Советском Союзе, а именно в 1961 году. После капитального ремонта работать в этом здании станет безопасно. Здесь полностью заменена электропроводка. Пристальное внимание уделено системам вентиляции и пожарной. Выделено место для санузлов. В планах еще провести воду. Сегодня проектная документация, все это уж темно. Делается там и канализация, и будут санузлы, в том числе и для инвалидов. Будет обеспечена доступная среда. Я думаю, по-своему, это тоже станет таким островком украшения для этого населенного пункта, в котором, хочу сказать, немало сделано за последние годы. Очень пристальное внимание уделяет, повторюсь еще раз, глава. Именно таким отдаленным населенным пунктам, которые находятся вдалеке. Там практически стопроцентная газификация. Построен ФАП. Вот сейчас строится Дом культуры. Капитально ремонтируется система водоснабжения. Надеемся, в этом году там тоже будут люди с чистой водой. Система обеззараживания воды. Большие надежды представители администрации ДК возлагают на актовый зал, что он станет центром культурных мероприятий. Сейчас в актовом зале всего лишь четыре посадочных места. Но после полной реконструкции эти кресла заменят на новые. И зал будет вмещать 100 человек. Глава администрации Хасаут Греческая Шамиль Кипкеев рассказывает, как сложно было проводить различные массовые мероприятия в аварийном здании. Как непросто было обогреть актовый зал в прохладное время года. Старое отопление уже не работало. Мы топили электрическими пушками. Ну, как-то не то, что надо было. Сейчас, как современные требования, все предусмотрены. То есть здание, я думаю, будет достойное. Уже через несколько месяцев здесь заработают различные кружки. Планируют организовать и тренажерный зал. Функционировать начнет и кинотеатр. На обновленных полках вновь появятся и книги. На период строительства книжный фонд вывезли в другое здание. Ну, потихонечку, после ремонта, все обратно занесем, обустроим и будет и библиотека. Также беспрепятственно посещать сельский дворец культуры смогут и жители с ограниченными возможностями здоровья. Александр Коваленко, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район. Следующий выпуск «Вести» смотрите в 14.30 с ведущей Аллой Динаевой. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. Продаются полнорационные комбикорма для всех видов птицы, а также молодняк уток разных пород. По вашему заказу изготовим любые корма для других видов животных. Плем-репродуктор Зеленчукский. Телефон 8, код 87 878 545 70 и 8 925 711 98 90. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова